Динамо Во втором периоде противники по очереди увеличили цифры на табло, и приморцы стали отставать при счете 2-5. При всех попытках отыграться уже в последнем отрезке морякам удалось лишь забить последний, ни на что не влияющий гол. В итоге 3-5 победа Динамо. Мы провалили начало игры. Я не знаю, с чем это пока связано на этот момент. Сейчас посмотрим еще раз в записи игру, проанализируем. Но сегодняшнее поражение кроется именно в старте. Мы проиграли очень много борьбы в своей зоне, и это был ключ к сегодняшней победе. Адмирал очень опытная и хорошая команда. В этот раз в начале матча мы действительно сделали несколько тактических ходов, которые позволили нам сразу забросить череду шайб. А вот уже после игра пошла на равных, и наша задача была не дать сопернику догнать нас. Сейчас Адмирал находится на восьмой строчке в конференции «Восток». Следующую игру приморцы проведут 19 января в гостях у Хабаровского Амура. Футбольный клуб «Луч Энергия» вышел из зимнего отпуска и начал первые тренировки в этом году. 11 футболистов под руководством тренерского штаба во главе с Константином Емельяновым провели занятия на своей учебно-тренировочной базе. Интересно, что в распоряжении наставника команды оказались только местные воспитанники, как опытные, так и те, кто впервые получил приглашение в главную команду. «Естественно, хочется, чтобы ребята себя проявили непосредственно, как футболисты закрепились в составе, доказали, на что они способны, не боялись чего-то и так далее, потому что мы все практически одинаковые ребята. Кто-то там в чем-то друг к другу немножко выступает, кто-то там в чем-то лучше и так далее». Основной же состав «Луча» соберется вместе уже непосредственно на своих первых сборах, которые начнутся в Турции 22 января. А вот до первых матчей приморцам еще далеко. Возобновится чемпионат только в марте. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.